здравствуйте приветствую всех зрителей подписчиков на моем канале делаем модель парусника а кто еще не подписался подписывайтесь я буду только рад продолжаю сборку шлюпки каравеллы санта мария и в сегодняшнем видео буду собирать каркас который собой в конечном виде должен представлять вот такую вот конструкцию то есть на киль одеты шпангоуты киль уже готов склеенный осталось сделать шпангоуты шпангоуты в основном состоят из трех двух и одной части в основном из трех вот как примере здесь вот сложил 3 1 и вот есть состоящие из двух частей заготовки шпангоутов расположены вот на этих двух пластинах и самое интересное это то что при подготовке шпангоутов необходимо будет сделать молковку их что значит молковку кто не знает например на каждой заготовочки нанесены вот такие вот линии вот это линии молковки называется вот здесь я уже показал на трех участках что значит молковка это значит надо сточить вот от этой линии до вот это его до вот этого от ребра не не переточить как говорится то есть должна быть такая вот плоскость имеется вот такая потому что естественно рез лазера идет вот так вот а форма должна быть под каким-то углом и этот угол каждый раз зависит от расположение нанесения вот этой вот линии молковки она может быть совсем маленькая вот как например вот здесь почти что нет этого наклона и есть очень большая даже как и вот здесь вот например составляет сколько чуть не 45 градусов кроме того есть нанесенная линия молковки пунктиром это значит что эту молковку нужно будет делать с обратной стороны то есть перенести эту линию на обратную сторону и сделать молковочку уже вот таким вот образом как я делаю это я сейчас попробую рассказать может быть кому-то пригодится почему шпангоуты такими зубчиками это как раз является признаком того что обшивка шлюпки у нас будет клинкерная клинкерная обшивка это обшивка при которой доски накладываются друг на друга вот как верхняя доска перекрывает нижний вот здесь вот видно и здесь вот такая вот грань получается выглядит очень внешне красиво особенно на модели ну а если брать суда которые были сделаны в древности вот таким вот методом обшивки отличались более прочным корпусом ну и более медленной скоростью ну и конечно же есть более привычная это в гладь когда доски стыкуются друг с другом только торцом так вот для того чтобы создать вот эту клинкерную обшивку надо вот эти вот зубчики делать если было бы просто власть то как обычно была бы гладенькая поверхность ровная и так как я делаю вот эту процедуру для этого я себе приготовил такие вот речки на которые наклеил наждачную бумагу различной зернистости ну кроме того матфиля 1 треугольный и 2 плоских вот на примере этого сейчас буду делать значит так как здесь забирать много я беру сначала такую достаточно забористую наждачку начинаю прямо вот так забирать забираю сначала вот этот вот эту грань забираю до тех пор пока не дойду до вот этой линии и каждый раз смотрю чтобы здесь не вылезти смотреть очень удобно именно по коричневой скажем обугленной части от лазерного реза остающийся вот здесь она показывает дошел до края или не дошел до края это очень удобно кстати говоря так вот я дошел практически вот до этой линии и и уже видно а здесь осталось немножко еще коричневой части от реза теперь и это добирая на обратную сторону я уже как всегда добираю более аккуратно потому что чтоб не перескочить беру более мелкую а все здесь я уже дошел до вот этой вот до края коричневая полоска исчезла все здесь надо очень осторожно дальше туда не идти ну и здесь практически тоже на месте правда при таком методе она по началу получается как бы немножечко с радиусом выгнутой остается только убрать аккуратно этот радиус и все не так уж и сложно а теперь надфилем добираю вот эту вот плоскость может здесь не очень показательно но вот например на вот этой детали здесь более показательная хотя здесь принципе тоже дело в том что нужно не только выбирать наклон вот так а из-за того что линии расположены несколько вот скажем так зигзаг нанесенной линии и зигзаг грани детали они отстоят от друга поэтому здесь вот тоже делается вот такой наклон как на этой линии то есть если посмотреть на а вот так вот эта грань идет не перпендикулярно а вот с таким вот наклоном вот этот вот наклон который вот здесь вот показан он должен быть выдержан а для этого надо тоже как бы врезаться немного туда до линии таким же образом надо дойти до вот этой вот грани линии и все становится на свои места но не перри опять же не перебрать вот эту вот сторону вот так теперь осталось вот эту я обычно за порядком это делаю для того чтобы показать вам как я это делаю я специально перескочил а так по порядочку и пошел значит вот это и эти две сейчас я сточу и таким же образом все остальные но есть я сейчас вам покажу еще еще одна деталь еще немножко сложнее это вот такая вот деталь здесь как положено линии молковки нанесены здесь а вот здесь нанесена обратная молковка но она имеет вот такую вот достаточно непростую форму значит вот эту вот форму чтобы правильно снять молковку нужно перенести на обратную сторону я это буду делать с помощью кальки и копирки сейчас покажу как вот так вот 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 такие вот эту вот еще одну посмотрю сколько она здесь это полмиллиметра вот перенес я вот эту вот линию на обратную сторону и теперь буду делать малку вот так туда все приступаю к работе вот и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я пока откладываю Они сейчас вклеиваться не будут А все остальные начинаю Сначала на сухую я их установлю Посмотрю, как они устанавливаются Да, значит делятся кормовые шпангоуты Носовые и центральные С 13 по 18 это носовые С 1 по 9 кормовые И между ними 3 шпангоута центральные Значит надо смотреть Чтобы кормовые смотрели Надписями Награвированными в корму Носовые, чтобы смотрели Надписями в нос Ну тут и так видно В общем-то малка должна быть Срезана таким образом Чтобы доска ложилась вот так Если поставить так, то конечно же будет неправильно Все, начинаю составлять Эту конструкцию 18-е А я себе здесь карандашом пронумеровал Прям на стапеле Так удобнее Смотреть какой шпангоут где Музыка Прям на стапеле Сверху Музыка Игра Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас буду вклеивать, то есть поочередно буду вынимать, смазывать клеем и обратно вставлять в свое место. Еще раз посмотрю, выглядит очень даже симпатично и красиво. Обводы уже можно усмотреть корпуса. Мне нравится такая конструкция. Продолжение следует... Ну вот, все шпанговые-то вклеены, каркас готов. Вот такой получился красивый. На этом буду заканчивать этот видеоролик. Спасибо всем, кто смотрит мой канал, подписывается, ставит лайки. Всем пока, всего доброго и удачи!